Здравствуйте! Узбекский плов можно приготовить с бараниной, с говядиной, с птицей. Можно приготовить узбекский плов с заменителями мяса, но можно приготовить постный плов. Сегодня готовим постный плов с изюмом. Три луковицы чистим, моем и нарезаем полукольцами. 500 граммов моркови, предварительно почищенной и помытой, нарезаем соломкой толщиной приблизительно 3 миллиметра. Ставим казан на огонь, наливаем 250 граммов растительного масла, разогреваем до первого дыма, кладем в казан лук и обжариваем его до золотисто-коричневого цвета. От цвета лука будет зависеть цвет плова. Чем темнее лук, тем темнее плов. Добавляем нажинкованную морковь и обжариваем ее вместе с луком до мягкости. В процессе жарки перемешиваем 2-3 раза. Добавляем 2 литра холодной воды, доводим до кипения, добавляем 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку черного молотого перца и при желании 2 чайные ложки зиры. Добавляем предварительно очищенный и промытый в теплой воде изюм, граммов 150. Добавляем 1 килограмм промытого в теплой воде риса. Обратите внимание, именно в теплой воде, а не как обычно в холодной. Разравниваем рис и на максимально возможном огне выпариваем всю жидкость. Собираем рис от краев к середине горкой. Делаем несколько отверстий до дна казана. Даем выкипеть оставшейся там влаги. Накрываем полотенцем и плотно накрываем крышкой. Делаем маленький огонь и оставляем плов минут на 20-25. Через 25 минут открываем казан, перемешиваем плов, выкладываем горкой на блюдо и подаем к столу. Посетите также другие разделы нашего сайта видеокулинари.ру или по-русски видеокулинария.рф. Вы там найдете много простых, но очень вкусных блюд. Вдохновения вам и удачи! Подаем костный плов с салатом из редьки, красным сладким луком и зеленым чаем. Приятного аппетита!